Препарат ломексин Международное, непатентованное название ломексина это фентиконозол Лекарственная формула Это вагинальные капсулы, дозировка 600 мг или 1000 мг в упаковке, одна капсула или две Если дозировка 600 мг, может быть одна капсула или две упаковки Если дозировка 1000 мг, как правило, одна капсула в упаковке Помимо фентиконозола, нитрата, в состав ломексина входят вспомогательные вещества Состав оболочки это глицерол, желатин, пропил, парагидроксипензат, этил, парагидроксипензат, натрия, титана, диоксид Также вспомогательные вещества входят такие, как лецитин, соевый, парафин жидкий, петралатум Это мягкие, овальные, блестящие капсулы желтого цвета, содержащие густую мыслянистую суспензию белого цвета Действие основное, антимикотическое, противогрибковое А как же работает ломексин в организме? Ломексин это противогрибковый препарат широкого спектра действий для местного применения гинекологии Он широко применяется в гинекологической практике Вследствие удобства его применения О чем поговорим далее Фентиконозол, действующее вещество ломексина, является синтетическим производным имидазола Оказывает местное фунгицидное и фунгистатическое действия Обладает также антибактериальным и противовоспалительным действием Механизм действия заключается в ингибировании синтеза эргостерола, который регулирует проницаемость клеточной мембраны грибов Активен в отношении дрожжевых грибов кандида, включая кандида альбиканс, а также в отношении трихомонос вагиналис В отличие от других известных азольных соединений В частности, миконозола, кетоконозола Фентиконозол ингибирует синтез протеаз кандида специэс То есть действие не только фунгицидное, убивающее грибов Но и фунгистатическое, замедляющее их размножение и развитие Всасывание ломексина в организме Ломексин практически не подвергается системной абсорбции При длительном вагинальном применении концентрация его в крови не определяется нисколько Степень всасывания слизистыми оболочками крайне незначительна Показания к применению препарата ломексин Капсул для интравагинального введения Это вульвовагинальный кандидоз Это вагинальный трихомониаз Противопоказания к применению капсул ломексин Это повышенная чувствительность к препарату Это беременность, это период лактации, детский возраст Препарат нежелательно назначать во время месячных В связи с недостаточностью данных безопасного применения препарата в период беременности и лактации Применение препарата в эти периоды не рекомендуется Четкого противопоказания нет, но нежелательно Способ применения препарата ломексин и дозы Одну капсулу 600 или 1000 мг вводят в глубокую влагальщую положение лежа на ночь, то есть перед сном однократно При необходимости проводят повторное введение через 3 дня При лечении инфекции, которая вызвана трихомоносовагиналис После введения первой капсулы через 24 часа вводят вторую капсулу Дозировкой 600 мг или 1000 мг При недостаточной эффективности возможно проведение повторного курса через 10 дней То есть применение ломексина очень удобно Всего одно или два введения по показаниям повтор через 10 дней Нежели использование других инфекциональных лекарственных препаратов в виде свечей и капсул Которые необходимо применять от 7 до 10, а иногда и более дней Например, бетадим до 14 дней Побочное действие препарата ломексин Возможно, как всегда, аллергические реакции Крапивница, сыпь или тема Возможно, местные реакции, что встречается крайне редко Зуд, жжение, раздражение в месте применения препарата Ломексин, как правило, все же хорошо переносится Побочные эффекты носят транзитонный, то есть приходящий характер И не требует отмены препарата Если вы заметили любые другие побочные эффекты Ни зуд, ни жжение, ни раздражение в месте применения Не указанное в инструкции Необходимо сообщить как можно быстрее об этом лечащему врачу Передозировка препарата ломексин В связи с низкой степенью абсорбции То есть в крови его вообще не определяется нисколько Системный кровоток Он не попадает Передозировка маловероятна Взаимодействие с другими лекарственными препаратами Не выявлено Особые указания при применении препарата ломексин При продолжительном применении препарата Возможно развитие сенсибилизации В этом случае необходимо прекратить лечение И обратиться к лечащему врачу При отсутствии эффекта от лечения В течение трех недель Следует прекратить лечение И уточнить диагноз То есть провести до обследования Курс лечения целесообразно начинать Сразу после месячных Потому что иммустрацию лечения не рекомендуется В избежание повторного заражения Который называется реинфицирование Рекомендуется одновременно проводить лечение Полового партнера Кремом ломексин Существует такой крем Ломексин Крем вагинальный 2% Который наносит на головку полового члена И крайнюю плоть Два раза в день В течение от трех до семи дней В зависимости от симптоматики И диагноза Таким образом Препарат ломексин Препарат достаточно современный Высокоэффективный Который обладает не только бактерией Фунгицидным, но и фунгистатическим действием Эффективен не только против грибов Но и при инфицировании стафилококками При заражении трихомонос вагиналис При заражении кандида альбикатс Кратность его введения 1 раз в сутки Количество 1-2 раза Для того, чтобы на курс лечения Он очень удобен в применении И обладает минимумом побочных эффектов Субтитры создавал DimaTorzok